Приветствую вас! И родители, конечно же, достаточно много, достаточно сильно влияют на человека, на его будущее, на его установки, на его жизнь и все такое. Но дело в том, что родительские установки это то, что впитывается ребенком, когда он еще не имеет своего мышления, когда он еще, по сути, не осознает себя, не управляет свои, не может осознанно делать какие-то поступки, совершать какие-то движения и так далее. И в этом случае, в этом случае, можно говорить о том, что родительские установки можно и нужно изменять, если они неправильны. Как это делать? Объективно, для того, чтобы изменять родительские установки, нужно вначале понять, почему родители так себя вели по отношению к вам. То есть, если они вели себя как-то негативно, то нужно понять причину их поведения, понять, что вы не являетесь тем самым человеком, в отношении которого они проявляли свое поведение, потому что в действительности эти люди общались не с вами, а сами с собой, через вас, пытаясь решить проблемы, которые были у них через вас. И понимание этого поможет вам осознать, что дело совсем не в вас, а в них, только они этого не осознавали. И вот этот момент является ключевым. Конкретные детали, конкретные ситуации, конкретные обстоятельства и модели нужно разбирать с вас. Но, тем не менее, то, что родители в складах своих детей являются, конечно, серьезным, сильным, важным, но не определяющим, не окончательным в отношении жизни человека. Если сам человек осознает свои проблемы, посчитает, что его проблемы из-за негативного воздействия родителей, например, то он в силах изменить абсолютно все. И никакое воспитание не помешает человеку быть тем, кем он хочет быть, особенно если это истинное его желание. Далее вы пишете, что в течение некоторого времени, несколько лет, чувствуете неприятность, тревогу, разношительность и страх перед обществом. И от этого не можете создать нормальную жизнь. Значит, неприятная тревога, разношительность и страх. Тревога – это бег от опыта. То есть, смотрите, какая получается ситуация. Вы являлись определенным, ну, каким-то человеком, да, фиксированной личностью, со своими какими-то взглядами, там, желанием, стремлением и прочим. И на какой-то момент, в какое-то время, обстоятельства были таковыми, что Ваших способностей, Ваших убеждений, Ваших стремлений, Ваших идеалов Было как бы достаточно для того, чтобы адекватно вести себя в этих условиях. В условиях жизни, которые у Вас были. Потом, по прохождению некоторого времени, обстоятельства, условия изменились. Они стали немного другими. И теперь, эти обстоятельства, уже не, им, этим обстоятельствам, недостаточно тех Ваших убеждений и способностей, которые были эффективны раньше. И из-за того, что Вы не принимаете изменившихся обстоятельств, И из-за того, что Вы пытаетесь к этим обстоятельствам вести себя, Так же, как в Велик-Предыдущем, не учитываете их изменений, У Вас возникает тревога. Тревога возникает всегда тогда, когда человек не учитывает изменившихся обстоятельств. Не учитывая того, что мир вокруг него уже стал другим. Мир вокруг него изменился, а человек остался тем же. И вот именно по той причине, что Вы остались тем же, А обстоятельства вокруг Вас стали другими, Вы испытываете тревогу. Дальше. Разбразительность. Она берет свое начало из досады. То есть, досады на том, что Вы не можете что-то сделать. Того, чего Вы хотите. Вы знаете, из чего бы Вам хотелось. Вы знаете, в чем вынуждаетесь, Но Вы не можете этого всего добиться, Потому что у Вас есть блок. Определенные блоки, Определенные препятствия, Которые не дают Вам реализовать то, Что Вы бы хотелось. И отсюда подникает фрустрация. То есть, невозможность делать то, что Вы хотите. То, в чем вы нуждаетесь. Из-за фрустрации Водникает раздражительность. Соответственно, понимание блоков, Которые не дают Вам сделать то, в чем вы нуждаетесь. Понимание того, какие у Вас препятствия на пути к тому, чего Вы хотите. Понимание всего этого поможет Вам справиться с раздражительностью. И появится четкое решение, четкое объяснение того, Как вести себя в ситуации, в которой Вы оказались. Что касается страха. То страх – это Всегда Нахождение определенных обстоятельств негативных, Которые вот у Вас есть в Вашей жизни. В магическом представлении. То есть, представление неосознаваемое. Представление нерационализированное. Представление, которое Вы не можете обрабатывать интеллектуально. Представление, которое Вы, по сути, только лишь чувствуете, но не осознаете. И вот страх у Вас будет до тех пор, пока Вы не будете осознавать его причину. Как только причина этого страха будет осознана, Вы моментально Смотрите, скорректировав свое поведение так, Чтобы адекватно отвечать на некоторые негативные моменты. Например, Вы говорите, что Вы боитесь общества. Именно страх общества. Хорошо. А что есть страх общества? Ну, например. Например, страх общества может проявляться тогда, Когда Вам кажется, что Вы будете глупым выглядеть В глазах других людей, Что Вы, там, не сможете быть достойным, Интересным и так далее. То есть, это неуверенность в себе. Именно неуверенность в себе Раздает страх общества. Значит, Устранив неуверенность в себе, Можно убрать страх общества. То есть, мы поняли, что Вы боитесь, Потому что Не хотите показаться глупым. Хорошо. Вы не хотите показаться глупым. Нужно повышать свою уверенность. Повышать свою уверенность можно только через постановку Определенных задач самому себе И их выполнение. Через успешность Осознавать, что Вы достойны, Что Вы можете, Что Вы способны, Что Вы справитесь И так далее. И вот только так, На самом деле, Только так, И можно бороться С неуверенностью в себе, А значит, И С Страхом. Если страх Кроется В чем-то другом, Ну, еще Такое бывает, Что страх В чем-то другом Кроется. То Нужно разбираться В чем именно. И в зависимости от того, В чем именно, Решать Проблему. Вот Примерно в таком ключе Вам нужно двигаться. Примерно в таком ключе Вам нужно Развиваться. Для Реального решения Вашей проблемы Нужно обратиться К К Специалисту Хотя бы На нашем ресурсе И Проработать С ним Все ваши Так сказать Проблемные элементы Может быть даже Детские родительские отношения Для того, Чтобы вы были Свободны Чтобы вы были Тем, Кем вы хотите быть И Чтобы вы были Частны. Прежде чем Закончить, Разве сказать, Что Вы не можете Подставить отношения С девушками Возможно По причине Того, Что у вас Отсутствует Модель Мужского Поведения То есть Вы не знаете Как должен Вести себя Мужчина Если у вас Не было Образца Мужского Поведения В детстве Например Или вы считаете Его неправильным Соответственно В этом случае Вам нужно Найти этот Образец Поведения Начать Ему Подражать Для начала И Тем самым Вы начнете Придерживаться Определенного Мужского Поведения Которое И получит Начало Вашим Успешным Отношениям В личной Жизни На этом Все Надеюсь Что помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Я Желаю Вам Всего Доброго И Удачи Продолжение следует